В среду перед университетом Невады в Лас-Вегасе противники Трампа раздавали такос и строили символическую стену. Для кандидата от республиканцев финальные дебаты были последним шансом восстановить репутацию после обвинений в сексуальных домогательствах и расизме и достучаться до неопределившихся избирателей. Политтехнологи советовали ему отойти от ультраконсервативной риторики, но нью-йоркский миллионер остался верен себе. Дебаты он начал с выступлений против абортов, защиты права на ношение оружия и призывом к депортации нелегальных мигрантов и строительству стены на границе с Мексикой. Я хочу построить стену, она нам нужна. Одним из моих первых указов будет выгнать из страны всех наркобаронов, всех плохих людей. Мы укрепим границу и затем решим, что делать со всеми остальными. Сейчас у нас полно плохих омброс, и мы их отсюда вышвырнем. Эта фраза Трампа с использованием испанского слова «омброс» вызвала бурную реакцию в социальных сетях. В Твиттере появилось более 130 тысяч сообщений с хэштегом «бэд омброс». В нем испаноговорящие американцы рассказывали о своей службе в армии, государственных учреждениях и других достижениях перед США. Хилари Клинтон, которая по всем вопросам лидирует в президентской гонке, вступила из-за нелегальных мигрантов. Их в США, по ее словам, 11 миллионов. После чего Трамп припомнил Клинтон скандал с Викиликс. Сайт опубликовал ее украденную переписку. А Клинтон вновь обвинила кандидата от республиканцев в поддержке хакерских атак на США и лояльности к президенту России. Я не знаю Путина. Он хорошо обо мне отзывался. Если мы поладим, будет здорово. Если США и Россия поладят и вместе выступят против ИГИЛ, это будет хорошо. А вот ее Путин не уважает, как и нашего президента. Судя по тому, что я вижу, он ее совершенно не уважает. Потому что Путин охотнее бы имел дело с марионеткой, а не с президентом США. Нет, нет, я не марионетка. Нет, это вы марионетка. Вы это не признаете, но это очевидно. Россия замешана в кибератаках на США. Вы поощряли шпионаж против нашего народа. И вы готовы придерживаться линии Путина, выполняя все его пожелания. Разрушить НАТО, сделать все, что он хочет. На мой взгляд, это очень тревожно. В вопросах внешней политики кандидаты жестко столкнулись сразу по нескольким темам. Трамп заявил, что не считает нужным поддерживать вооруженную оппозицию в Сирии, и обвинил Клинтон в вводе войск в Ирак, что, по его мнению, привело к возникновению ИГИЛ. Бывшая госсекретарь вновь признала это ошибкой и напомнила оппоненту, что когда она боролась с Бен Ладеном, Трамп вел телешоу. Кандидат от республиканцев заявил, что считает выборы нечестными по отношению к нему, и обвинил штаб Клинтон в скользкой и жульнической кампании. Именно демократы, по его словам, стоят за выдвинутыми ему обвинениями в сексуальных домогательствах. Ранее о приставаниях со стороны Трампа заявили восемь женщин. Он назвал их свидетельство ложью. Никто не уважает женщин больше, чем я. После чего Трамп назвал своего оппонента мерзкой женщиной. Пользователи соцсетей отреагировали на это высказание тремя стами тысячами возмущенных твитов. По опросам CNN ОРСи, победу в дебатах одержала Хиллари Клинтон. За нее проголосовали 52% телезрителей. А согласно данным общенационального онлайн-исследования Reuters и Ipsos States of the Nation Project, шансы Клинтона победу на выборах составляют более 95%. Впрочем, Трамп заявил, что в случае проигрыша может не признать результаты выборов. Екатерина Бучнева. Настоящее время.